Всем привет! С вами Аурум, и это будет очень серьезный разговор с примесью, возможно, какого-то ерничества от меня и юмора, возможно, иронии. Так что сразу прошу никого не обижаться, в том числе сотрудников компании Supercell, но действительно, это тупо жестко. Это тупо жестко, потому что розыгрышей на персонажей из кино больше, скорее всего, не будет. Ну, то есть не будет в том виде, однозначно, в котором они были раньше, ребят. Но прошу вас распространить максимально этот видос между своими товарищами, друзьями, пусть его посмотрят максимальное количество людей, плюс, ну, все ютуберы, которые занимаются играми Brawl Stars, Clash Royale, Clash of Clans, должны посмотреть этот видос, потому что прямо сейчас я покажу вам официальное обращение сотрудника Supercell лично ко мне. Ну и, в общем-то, этот сотрудник попросил меня распространить это обращение по всему ру-комьюнити. Поэтому ваша поддержка прямо сейчас как никогда нужна. Поэтому лайк и поделиться где угодно с вашими друзьями, это будет как нельзя кстати. Ну и, помимо прочего, я сделаю от себя все возможное, чтобы розыгрыши в другом виде все-таки продолжались. Я уверен, многие из вас этого хотят. И реально, когда мне говорят, что я кликбейчу с названием, типа а-ля, как получить бесплатно того или иного персонажа, или как получить бесплатно скин, то, еще раз, это, блин, не кликбейт. Это не кликбейт, потому что, действительно, победитель конкурса получает абсолютно бесплатно скин или персонаж. Поэтому, еще раз, сотрудникам Суперселла хочу донести, что это не кликбейт. Это не нарушает ни правила Ютуба, ни правила Суперселла. Но сейчас о правилах Суперселла мы еще подробненько дальше будем разговаривать. Итак, вот текст сообщения, который был прислан мне сотрудникам компании Суперселл. Ну и, кстати говоря, у меня есть письменное разрешение публиковать это, да. То есть, это не с бухты барахты, мне много чего пишут, но я ничего не распространяю. На это имею полное право. Итак, Сергей, добрый день. Как бы мне не хотелось, но, к сожалению, после общения с командой Brawl Stars и собственного мониторинга, я пришла к выводу, что часть вашего контента нарушает правила пользовательского соглашения. Вот ссылочка, и ссылочку я оставлю в описании к этому видео. Самое серьезное из нарушений — получение доступов к аккаунтам других игроков. Мы начинаем кампанию против контента, который нарушает правила пользовательского соглашения и правил фан-контента. Опять же, ссылочка, опять же, ищите в описании в ру-регионе. Я делаю вам предупреждение. В течение следующих трех дней удалите весь контент, который нарушает данное правило. Как пример, это сообщение я получил 30-го или 31-го, какой? 31-го мая. Это вам просто для галочки. Когда мой канал удалят, это, скорее всего, произойдет, наверное, где-то 3-го июня. Как пример, и тут идет перечисление. Услуга буста кубков за деньги — это неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Несогласованные суперселл розыгрыши бойцов. Вводящие в заблуждение названия и карточки видео — это в том числе нарушение правил YouTube. Опять же, ссылочку ищите в описании. Если подобный контент останется на ваших каналах, кстати, каналах, прикиньте, знают о существовании Серега Аурум. Кто не знает, ссылка в описании. Отличный повод для пиара моего второго канала. Мы будем вынуждены отправить официальные жалобы YouTube и ВКонтакте и исключить вас из NDA-клуба. О том, что такое NDA-клуб, я, возможно, расскажу чуть дальше, хотя я не уверен, что я имею право. Вру комьюнити подобных нарушений немало, и мы начинаем с ними бороться, поскольку безопасность многих аккаунтов в регионе оказалась под угрозой. У вас большой канал и много подписчиков, и мне бы хотелось, чтобы вы его использовали для распространения важной информации о том, как нужно бережно хранить персональную информацию и не делиться ею с третьей стороной. Я надеюсь, вы подробно ознакомитесь со всеми документами и поможете нам. Собственно, этим видео я и пытаюсь помочь им, да, то есть компании Supercell. Но плюс я хочу объяснить и себе, и также компании Supercell и вам, дорогие зрители, свою собственную позицию по данному поводу. Ну, во-первых, начнем с того, что вот я очень быстро все прочитал, я миллион раз уже перечитал это сообщение, я просто придурок, серьезно. Я просто перечитывал каждую строчку уже множество раз, потому что это меня очень сильно волнует, как вы понимаете. Основной посыл, плюс я уже переспрашивал множество раз у сотрудника Supercell, что же там такое, что же, какие видео, что вообще делать. И основной посыл этого письма это не передавайте свои аккаунты третьим лицам. То есть, по сути, компания Supercell считает, что ютуберы, особенно вот в данном случае Ру-сегмента, являются пропагандистами передачи аккаунтов третьим лицам. И у нас появилось очень много сервисов, очень много сайтов, которых в англоязычном интернете не так много, как у нас. У нас огромная концентрация буст-сервисов, у нас огромная концентрация каких-то паленых сервисов по продаже. Есть, наверное, несколько, которые действительно не кидают, все остальные сервисы реально кидают на аккаунты. И жалоб в Ру-сегменте о том, что их кинули на аккаунт, очень-очень много. Поэтому Supercell взялись за эту тему и, ну, в общем-то, начали действовать по принципу «рыба гниет с головы». Так как ютуберы находятся, ну, как бы, высоко, да, и свою информацию вкладывают в юные умы некоторых зрителей. Ну, то есть, ну, пример, да, меня смотрит, например, какой-нибудь юный зритель и видит, как я разыгрываю конкурс или там еще что-то. Ну, любую, любую манипуляцию делаю с передачей аккаунта, то есть кто-то мне дает свой аккаунт. И он понимает, что это нормально, что можно кому-то давать свой аккаунт, это типа безопасно. И таким образом его кидают на акк, и Supercell, как вы понимаете, очень сильно хотит этого избежать. Поэтому сейчас все ютуберы находятся под большой угрозой, ибо мы все так или иначе записываем видосы на аккаунтах подписчиков. У всех так или иначе, скорее всего, есть буст-сервисы. Ну и, блин, все так или иначе проводят конкурсы с начислением призов на сам аккаунт. Ну, типа розыгрыш со скинами, розыгрыш с бравлерами и все такое подобное. Так что, ну все, пацаны, гг, всем спасибо, расходимся, завод ждет тебя, меня, пока. Шутки шутками, но реально, что делать ютуберам? Если у вас есть подобные видео, да, от греха подальше, если вы точно хотите себя обезопасить, удалите их. Но у меня большой вопрос. У меня на канале около полутора тысяч видосов, и, ну, большая часть из них записана на аккаунтах моих подписчиков, да. То есть, там, интересные баги, моменты, там, туда-сюда, каточки, это все вот берется не с моего акка, естественно. Я пытаюсь обозревать полностью игру, полностью картину, которая есть в игре. Поэтому моим аккаунтом это, естественно, не ограничивается. Плюс там разного рода битвы с сундуков и так далее. Но, в общем, какие удалять? Ответ просто промониторьте за последние полгода. И вот самое подозрительное, все-таки ограничьте просмотр к ним, а лучше удалите. Потому что, если жалоба будет на эти видео раньше, чем вы их ограничите, то они тоже, в общем-то, страдают. Если вы можете этого не делать, но тогда вы полностью, максимально сильно рискуете своим аккаунтом, своим, ну, аккаунтом на YouTube, я имею в виду, своим каналом. Возможно, пронесет, а возможно и нет. Естественно, у компании Supercell, скорее всего, будет выборочное правосудие и, возможно, пострадают не все. Но самые фартовые из нас точно пострадают. И вот меня, получается, уведомили, как бы, персонально, грубо говоря, чтобы я передал это все вам. И, ну, ребят, пишите свои вопросы в комментариях. Но происходит жесть. Действительно дикая жесть. Ибо никогда, по сути, нас за это не трогали и всегда обходили это правило. Но с сегодняшнего дня, точнее, с вчерашнего, больше так, походу, не будет. Кликбейты в названиях и превью. Здесь в письме также упоминалась эта тема. Ну, во-первых, хочу сказать, что сейчас весь YouTube заполнен кликбейтами. И это, наверное, нормально, да? Потому что, в общем-то, с волками выть, по волче выть. И если вы замечали, то раньше у меня кликбейтов было крайне мало. На сегодняшний день их количество увеличилось, скажу честно. Увеличилось оно потому, что многие мои коллеги используют кликбейты. И конкурировать с ними без кликбейтов просто, ну, очень-очень сложно. Серьезно. То есть, мои просмотры, они ниже, чем должны быть у полутора миллионного канала. И ниже они только потому, что, ну, я не говномешу, да? Что я не снимаю моды, что я не херячу кликбейты, что я в начале видео не говорю «Поставь лайк и выбей лего!» И делаю какой-то скрин, да? Как это делают многие. То есть, я провожу не фейковые конкурсы, а действительно настоящие конкурсы. И в этом моя проблема, наверное, да? Потому что я пытаюсь не обманывать своих зрителей и пытаюсь быть максимально трушным, насколько это возможно. Периодически меня можно зашкварить, вот как, например, сейчас это делает компания Supercell. Но все-таки, блин, хочется как-то делать трушно. Но в последнее время я понимаю, что какие-то безобидные кликбейты это абсолютно нормально, да? То есть, где-то замутить и сделать какую-то картиночку и немножечко преувеличить содержание видео. Не то чтобы соврать, а просто преувеличить. Это нормально. Мы живем в 2019 году, годе, и пытаемся конкурировать как только можем. Другое дело, что компания Supercell под кликбейтами подразумевает название, опять же, «Бесплатно получить Бибию». Как «Бесплатно получить скин». И еще раз подчеркиваю, это не кликбейт, потому что действительно кто-то из зрителей получает, 100% получает Биби или скин. И чаще всего он все-таки получает даже не Биби, а чаще всего он свой скин получает деньгами. Поэтому, ребят, я уверен, что как-то с конкурсами мы сможем порешать. Нет, я не уверен. Я надеюсь. И если вот много это видео наберет лайков, комментариев, распространение большому подвергнется, то я точно знаю, что как-то додавлю компанию Supercell, и мы продолжим эти конкурсы. Но, возможно, в другом каком-то контексте, в другом каком-то виде. Потому что я очень сильно хочу проводить конкурсы. Я это делаю всю свою сознательную жизнь ютубера. То есть вы знаете, что я провожу конкурсы еще со времен Clash of Clans. Они проходят регулярно, все время. И сейчас лишить меня этого просто по причине того, что кто-то передает мне аккаунт, это жестко. Но что я, блин, сделаю с этим аккаунтом? Ну, очевидно, ничего. Но, опять же, как подчеркивает менеджер, это пропаганда передачи аккаунтов третьим лицам. Поэтому, ребят, еще раз подчеркиваю, не передавайте никому свои аки. Вы наверняка заметили, что я немного нервничаю и периодически заговариваюсь. Но это реально тема очень острая для меня, очень серьезная. И, фак, когда мне компания Supercell прямо пишет о том, что «Братан, мы считаем, ты делаешь все неправильно, и теперь у нас есть русскоязычный менеджер, и она посмотрит все видосы твои, и тебе гг», то мне это не очень приятно. И я максимально хотел бы объясниться и сказать, что, блин, «Я никогда не продавал аккаунты», да, то есть я не продаю их. Буст-сервис, да, с сегодняшнего дня в группе Аурум ТВ прекращает работу буст-сервис. И официально я бустом больше не занимаюсь и его не рекламирую. Вот такая тема, это да. То есть здесь я каюсь, тут, понятно, очевидно. С другими всеми предъявами есть определенные оправдательные нюансы. И с этим мы еще будем как-то бороться. Но, ребят, скорее всего, многие ютуберы, особенно молодые начинающие, которые меня сейчас смотрят, они такие, ну, типа, классно, окей, конкурсы нет, буст нет, хорошо. А про моды, про серваки в письме ничего не сказано. Ребят, про моды и серваки, я уже уточнял, не сказано в письме только потому, что нет их на моем основном канале и никогда не было. Но это тоже жесть. И компанию Supercell явно удивили полумиллионные видосы, которые о модах и о серваках. Поэтому, братаны, я как бы, вы можете их, конечно, не удалять. Но тоже рулетка Supercell, скорее всего, вас может настигнуть. Будьте бдительны и максимально осторожны. Использование модов и серваков в принципе запрещено. А запись о них видео была запрещена всегда, начиная с игры Clash of Clans. Поэтому, ребят, вот еще раз, те, кто смотрят меня, подрастающее поколение ютуберов по Brawl Stars. Особенно есть ютуберы, которые буквально там за месяц подняли себе 100 тысяч подписчиков. Вы молодцы, вы красавцы. Я вас очень сильно, как бы, поздравляю. Но вы никогда не задумывались, почему большие каналы не снимают моды и серваки. По той простой причине, что мы знаем, что этого делать нельзя, ибо это очень опасно для наших каналов. Так что я вас тоже, в общем-то, предупредил. Скорее всего, в будущем рейде от Supercell ваши каналы это тоже затронет. Ребят, я надеюсь, я передал основной посыл, передал свои мысли. Многое чего, возможно, я здесь не сказал. Поэтому пишите в комментариях свои вопросы по данному поводу. Пишите свое мнение по данному поводу. Мои личные внутренние ощущения. Да, у меня горит, меня бомбит. Мне немного обидно. Я писал об этом менеджеру Supercell, что мне немного обидно, что я так долго занимаюсь этим каналом. И, в общем-то, типа, я понимаю. Вот я уже это говорил, еще раз повторю. Я понимаю, что мой канал мне не принадлежит. Это просто страничка на большом сайте под названием YouTube. YouTube принадлежит Google. И снимаю я игры, которые принадлежат компании Supercell. И, по сути, эта страничка на одном сайте большом может в любое время пострадать, быть удалена и все остальное прочее. Потому что мы, по сути, ютуберы, как бы, да, у нас все хорошо, все классно, да. Ну, типа, подписчики и так далее. Но мы рабы. Мы рабы. То есть, мы заложники системы. Это факт. Это нужно воспринимать. Это нужно понимать. Мы идем постоянно на какие-то риски. И, в общем, ну, вот такая вот грустная история. И вместо какой-то помощи мы получаем риски. Одни сплошные риски. Но, с другой стороны, конкретно этому менеджеру русскоязычному, я не буду называть имя ее, да. Там было написано, там было понятно по контексту, что это она. Я не буду, потому что я не знаю, можно ли это делать. Но я искренне реально благодарен. Потому что она, по сути, меня предупреждает. И вас всех предупреждает о будущих рисках для нас. Поэтому спасибо тебе реально искренне огромное. Потому что, ну, раньше, до этого, насколько вы помните, я только после страйка узнавал, что мне ГГ. То есть, было уже сколько раз. Помните, сколько у меня страйков было от компании Supercell. И там без объяснений было, без ничего. То здесь нам разжевали и в рот положили. И за это огромный респект, огромная благодарочка. Но в целом, к политике компании Supercell по-прежнему у меня есть много вопросов. И я это не скрываю и продолжаю говорить публично и прямо. Вот. Не особо переживаю, что у меня что-то за это будет. Ибо, ну, я говорю очевидные и понятные вещи вроде для всех. Ладно, ребят, не забывайте подписываться на канал. Опять же, если будет много новых вопросов, я их задам менеджеру. Она открыта к диалогу. И потом, возможно, сниму еще одно уточняющее видео, если в этом будет необходимость. Ну, а тем временем, короче, всем хорошего настроения. На этом все, надеюсь, не заканчивается. Но вы на всякий случай на subscribe или на подписку нажмите. А то, мало ли, на второй канал тоже не забывайте. А то, опять же, мало ли. С вами был Аурум. Всем удачи, ребят.